Всем привет! Сейчас мы с вами отправимся в деревню к нашим дальним родственникам. Посмотрите, как живут сельские жители. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдавал DimaTorzok Вот они, бананчики Красота-то какая Во дворе Вот это деревня Вот это село Турецкое красивое Субтитры создавал DimaTorzok Малыш, красивый такой Малыш, красивый такой Пусть Малыш, красивый шаг Хив awhile Малыш, красивый Уйл fifth Как你看 деньги? contrô Всем привет Вот это слива, которую они едят, зелененькой. Смотрите. Маленькие сливки. Прямо так можно есть. Не нападет на вас ничто, не волнуйтесь. Сибель! Что это? Кузня? И блоха нам не было. Это не кузня, это, по-году, саранча какая-то. И это кузня? Саранча! Саранча! Где ты? Я саранча-барбарос! Барбарос? Или барбарис? Барбарис! Подожди, тихо. Фу, боже мой. Сейчас соседи повыскакивают. Хамними начнут двором. Не, я просто боюсь, что на меня пробежали. Смотри, смотри, он какой-то подозрительно смотрит. Я подозрительно. У него глаза как это, семена укропа. Ой. Арабистан! Так, ты, арабистан. Что ты милыш? Господи. Я Галюс. Галюс. Галюсенький. Мой Галюсенький. Добожди. Так вот убираем. Как за дискотека? Что вы там делаете? Дедуля? Кто такой довольненький? Кто такой Галюсенький? У кого мольда покатанная? Молюска. Покатанная мольда. Покатанная. Покусали тебя. Тебе покушал кто-то. Посмотрите, вот какое-то растение. Это растение дикое, оно как бурьян тут, сорня. Растет, видите, на дороге. Ну тут дорога, да? Там речка, какие-то пусты. И вот растет. Подожди, зайчик, осторожно, не трогай сильно. Посмотрите. Это что такое? Кто знает, кто в курсе? Похоже, как огурцы, да? И листья немножко, да? Вот они такие шершавые и колючие немножечко. И вот эти вот штуки, это чего? Я думаю, если бы это было какое-то благородное растение, наверное, бы уже кто-то пособирал эти овощи или что это. А скорее всего, это просто какая-то фигня. Каждый год вот здесь и с той стороны дороги растет дофига. Чего это? Ребята, кто знает, девчата? Кто в курсе? Хоть напишите. Так, для общего развития. Так, смотрите. Шелковица. Прости живот, ты должен терпеть. А это сзади, видите, там дяденьки и тетеньки, мне кажется. Это соседи по саду. Это их сад уже. Они фасольку посадили. И видите, палки сейчас втыкивают как-то треугольничками, домиками, чтобы там плелось. Нет, чтобы там зубчики зубы. Вот видите, фасолечка. Фасолька, фасолька. Вот. И вот они палочки эти втыкивают повсюду. До сюда еще дойдут. Так, значит, шелковица у нас. Видно, не видно. А, шелковица, у меня живот болит? Ну, ты ешь все равно, да, смотрите. Ой, подождите, она жмут, а господи, резко седет. Я должна съесть все дуты. Угу. Я тоже. Ешь. Они очень красные, я не могу остановить тебя. Животные ешьте. Черные, красные не рвите, он лучше черные. Вот эти, ой. Какая прелесть. Все черные! Ммм, ммм. Все черные, самые лучшие. На фасольку соседскую не ступайте ножками. Да не ступайте. Уже поздно. Ой, вкуснятинка такая. Боже мой. Боже, кто бы это съесть не захотел. Угу. Сейчас род у нас будет черный. У Мелисы уже черные, а у Сибели уже зубы. По-темнее. Хорошо, что я влажные салфетки взяла, правда? Э-э-э! А мне не даете? Да ты сначала наешься. Сейчас еще пойдем кушать и не дунья. Сибелис посадит черные дуты. Ой, как вкусно. В желудке. Вот дедушка молодец, да? Посадил для вас деревья. И вырос. Угу. Вырос тут огромный. У нас тут летом вообще очень жарко. Я хочу свою кожу снять и так одеть. Так представляю, сейчас еще весна. Только. Жарко, как летом. Если сейчас весной так, то тогда вы представляете, как летом будет. Ой, летом в горы будем убегать. Ой, нет, опять же. Или в море купаться, да? Опять же. Я в море первое... Ай, нет, я в халуз первое дело. Бассейн, да? Прыгану! Ура! Я вообще-то прыгану. Прыгану. Вообще-то я тоже прыгану. Прыгану! У меня все падает. Аккуратно. Что где там? Запасы? Эээ, сумочка. Короче, я камеру выключаю, потому что одной рукой есть неудобно. Надо двумя напихивать в рот. Нет, надо одной очки держать. Старым дуб держать. Очки на футболку повесь вот сюда, на грудку. Одной штукой зацепи. Так. А ту подверни. Подверни. Подверни, подверни, подверни. Еще, еще, еще. Просунь нормально? Просунь до низу. Все, давайте. Ну что, не черные. Руки, правда, черные. Красотки не поели. Вот смотрите, сзади, видите, так домиками. Один рядочек, палка туда. Другой рядочек, палка сюда. И вот такой вигвам. Палаткой идет аж до конца, до конца. Потом эта фасолька плетется. И так легче собирать. Ни на земле не валяется, ни ручки не жрут. Ой, объелась я, слушайте. Сейчас где котка нападет? Сибельку мотала уже в нашу беседку. Беседку. Змея? Красивая? Я, как только, видишь? Серьез оттуда. Ну, я, значит. Да, от этого дырки. Видишь? Ну, пускай, она пошла отдыхать. Не очень, пойдем, не будем. И еще один с этим было. И там змея. Две змеи было. Мужа жила, потому что? О, ты беги. Я еще. Да. Ой, жарко. Слушайте, кошмар. Чего я свитер дурочкой-то наперила? Вот. Очень жарко. Прям надо было футболку и шорта. А я лохудра оделась. А я вообще-то очень жарко. Очень. Ну, ты хоть, видишь, ты молодец. А я с тетиком. А вот эти уже станы немножко так. Холодно и горят. А сибирь, он посидит, смотрите. Что там, мак? Мак растет. Можно сарвать? Сорви. Сорви, сорви. Ну, все. Велима. Спасибо. Какая красота. М-м-м. Я пахнула. Нет, пахнет он не очень вкусно. Ну, красиво. Ну, красиво. Да. Будем вытираться влажными салфеточками? Да. Макияж смывать будем. Помада. У-у-у, какие губки. На. Вытирайся. Вытирайся, вытирайся. Хорошенько вытирайся. Молодец. Так, вот это маленькие деревья. Ени-дуньят. Привитые которые. Да. Удавилась. Это с тревизами, они крупные. Растут. Уже желтенькие становятся. Если вы приезжали в Турцию в мае, жили где-нибудь при отеле, то, скорее всего, у вас на территории было хоть одно такое деревце. И часто дают на завтрак. Вот как раз в мае. В начале мая, само зашибись. Но сейчас у нас еще апрель. И народ уже помаленечку начинает есть. Вы знаете, что турки очень любят зеленые всякие фрукты есть. Да, поэтому мы, как и турки, привыкли уже. Давно адаптировались. Тоже трескаем полуспелым. Вот видите, желтенькое. А это еще позеленее такое. Много-много красота. Это я помню, когда я приезжала как раз в мае в Турцию. Не помню, в который из разов. То нам на завтрак давали ени-дунье. И я прям брала, лопала и лопала. Прям не могла остановиться. Такая вкуснотища. Когда еще по телефону с мамой разговаривала. Она была в Москве. Я говорю, нашла такие фрукты. Похоже на грушку, говорю. Ну, по виду, да. Как бы она такая грушевидная немножечко форма. Ну, так вкусно, говорю. Ени-дунье. А еще как, мне муж говорил, как-то называется она. Какой-то Эрик. Что-то. Блин, есть, короче, второе название. Во всей Турции знаменито очень второе название. Короче, узнаю и подпишу на видео. Маме говорю, вот такая вкуснотища. Мама говорит, ну, привези мне, говорит, хотя бы несколько попробовать. Я говорю, ладно. И я набрала пакетик, так, несколько штучек, все. И взяла с собой самолет. Ну, так случилось. Что у меня, короче, не довезла. Не съела. Испортились в дороге из-за меня. Можно, я ведь не буду рассказывать подробности. Короче, в тот раз мама не попробовала. Ну, дай бог, в этот раз Настюшка у меня приедет. Блин, не знаю. Либо, может, она приедет ко мне сюда сначала в Мерсен. Здесь побудет неделю примерно. А потом поедет в Марморис. Там она встречается с подругами. И будут они там тусить. Вот. Поэтому я не знаю. Ну, отсюда, если передавать, то там она еще будет неделю, да, примерно. Неделю, да, где-то так. Наверное, испортится-то, в принципе. Ну, короче, надо будет сказать, чтобы она в Марморисе там взяла тоже. Нагребла где-нибудь. Хотя там платно. Что же делать? А, в принципе, знаете что? Если, короче, вы хотите перевезти кому-то, как угощение, да, кого-то угощение, то, если будете обрывать, ну, это если не с базара, да. Если будете обрывать, надо обрывать вместе с веткой. Понятно, да? На ветке. Тогда оно дольше будет храниться. Вы сможете, в принципе, довезти нормально. Если вы будете срывать вот так. Смотрите сейчас. Вот, видите, вот, отрывали. Все. Покров кожный нарушен. Видите? Отсюда начнет чернеть. Поэтому срывать в следующий раз надо вместе с веточкой. Вот так. Не волнуйтесь за дерево. Эти ветки, они не нужны. Они потом, когда полностью фрукты уже отходят, да, эти ветки засыхают. Важно только вот это с листами. Остальное, неважно, можно обрывать прямо с веточками. И тогда сможете подольше хранить. Посмотрите, как цветут апельсины. Ой, божественный запах. И это потрясающе. Вы, блин, ребята, девчата, если бы вы могли понюхать это. Ой, вот, смотрите, маленький, маленький апельсинчик. Вот, вот, вот. Боже, какой запах. Ой, красота. Апельсины как раз вот в апреле цветут. Потом зарождается маленький фрукт. И фрукты будут у нас где-то в середине осени примерно. Или в начале осени. Где-то так. Так, мандарины отходят быстрее. Мандарины отходят. А апельсины еще осень и зиму болтаются. Мандарины столько на дереве не выдерживают висеть. Понятно, да? Так, я не дуня опять. Опять апельсинчики. Ой, какой запах. Ой, это просто вообще нереально. Так, а это у нас здесь персики. Масюсенькие еще. Смотрите. Персики маленькие такие. Хорошенькие. Короче, скоро, уже, наверное, через месяцочек, я опять приду сюда и покажу вам уже большие персики. Вот, видите, они еще очень маленькие. Кстати, турки берут персики вот в таком маленьком, незрелом еще виде. И делают соленья. Турш, он называется, солят. И потом брызгают. Очень вкусно выходит. Сейчас, подождите, резкость. Где там-то резкость? Даешь, кем-кот. Листья попортились, наверное. Надо было чем-то брызгать, видите. Ну, не побрызгали ничем. Никакой химии не побрызгали такой. Разменяю. Надо мне лимоны опять пособирать, потому что лимоны закончились дома. Ай! Что это тут? Дед кактус посадил. А, ну да, дикий лейнджер-то вкусно. Лимончик. Эти лимоны отходят, а эти новые начинают цвести. У лимонов, посмотрите, сейчас покажу цветочки немножко другие. Не как у апельсинчиков. Сейчас. Видать? Вот они такие. Они немножко фиолетовые. И цветение сейчас посмотрим. Здесь уже вот эти... А, сейчас покажу. Цветы, видите, с фиолетовым. У апельсинов просто белые, а это с фиолетовым. Вот, они уже пошли маленькие. Пимка вот эта отпадет. Будет просто лимончик. А вот еще. Мочалочка. Красота. Так, а это инжир. Сейчас будет худой пока. Здесь еще сильно так не распустились. Но инжир уже есть, смотрите. Резкость не ловит. Ловит. Руки чистые у меня. Еще не вытерлось. Вот, посмотрите. Но если вы находитесь в Турции, не надо хватать каждый инжир в рот с дерева. Потому что если инжир не привитый и вырос сам по себе дичка, он будет такой противный. Просто кошмар. Рыгнете. Поэтому нужно знать заранее, привитый или нет. Вот если привитый, тогда там уже идет сорт. Либо темный, да, темно-синий, либо зеленый, светленький, сладкий. А дичка, она противная. То же самое, как с апельсинами, да? Туронч, вот он противный. Дикий. Дикий апельсин, как говорят. А привитый, это красота, конечно. Так, ну ладно, пока выключусь. Лимончиков пособираю. Домой понесу. Детишек кормить. И мужа. Вот, девчонки мои играют в этом домике, в беседке. Знаете, какое классное ощущение? Блин. Что не в квартире сидят, не в планшете тыкаются в выходной, да? Не дуреют. А как мы, как раньше, играют на улице. Посмотрите, как здорово. Носятся, что-то там придумывают, какие-то истории. Гоняют друг дружку чего-то. Представляете, это как Том Сойер, да? Были всякие рассказы раньше, да, вот эти всякие приключения. Вот такая вот фигня. Вот это классное детство, понимаете? Поэтому, если кто-то из вас когда-то меня спрашивает, да, ты не жалеешь, что ты живешь за городом, а не в городе, в цивилизации, где там все-все-все, не в Москве. Не жалею, ребята. Потому что дети, понимаете? Если бы я была сама по себе, занималась вот таким здоровым эгоизмом, то, конечно, Москва круто пошла двигаться. А когда есть дети, и когда ты думаешь не только о своей заднице, а еще о ком-то, вот это крутяк, вот это детство, понимаете? Потому что даже у меня самое лучшее воспоминание, когда я приезжала на Украину, там коровы гоняла, туда-сюда огород с бабулей, клубника, понимаете? Такие яркие-яркие. Природа, понимаете? Потому что природа, не хата, а четыре стены. Такая вот крутотень. Ой, класс. Вон флаг, байрак. Вон новая школа, которая строится, и там сразу нас ждут. Вон море. Есть те море, 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 море. У нас недалеко море, где-то километр, может, километр, километр 300, наверное, это было. Может, полтора километра, ну, где-то так же. Но мы сюда никогда не будем. Мы ездим в основном на платные пляжи, которые очень такие прям, прям, прям для людей с детьми. Долго заход в море, красота. Ну, то есть безопасно, не страшно за детишек. Вот. Какая красотища. Но раньше мы, кстати, снимали квартиру в соседнем городочке. Вот здесь вот Каргапинаре идет. И дальше идет Томюк. Там моя подружка, Микуля. Ну, как бы у нее там квартира есть, да. Сейчас она в Лондоне. В Томюке живет. Вот мы там снимали. Прямо рядом с морем было у нас сито. А сейчас перебрали сюда, к свеклу. Красота, природа, Боже, какое счастье. Вот так даже в выходной, да, вышли на улицу. И что делать? А, пошли в сад, пошли, фрукты поели свежие. Терепаху какую-нибудь нашли. Какие-нибудь жучки, ящерицы ползают. Все, надеемся, змею увидеть издалека. Желательно. Понимаете, какая красота? Вот это жизнь. Вот это вот ощущение. Вот это прямо круто. Так, смотрите, я немножечко сейчас здесь пособирала лимончиков. Немножко здесь взяла. Дособираю, чтобы полный пакет был уже там, на выходе из сада. Ну, чтобы не переть через весь сад. Руки не обывать. А сейчас я пособираю енидунью, вот эту вот желтенькую. Пособираю, потом я вам покажу, ладно? Так, смотрите. Помните, я вам показывала раньше, желтые такие цветы были. Они вырастают длинненькие такие. О, костики. А это мелкие. Я раньше брала из сада и сажала их возле дома. Но так как там была тень, цветов не получилось у меня. Так они у меня и вымерли. Поэтому сейчас, я думаю, может, короче, пару кустиков взять и на балконе посадить, а, в горшок. У нас же балкон такой солнечный-солнечный. Будет красота? Ммм, как вы думаете? Стырю-ка я, стырю-ка я немножечко. Ого, какие они тут мощные. Лопата нужна. Стырятся они так, что они... О, тут нет, тут, короче, без камер. Все, сейчас вырву, потом покажу. Так, смотрите. Ой, уморилась. Сейчас, сейчас покажу вам, покажу. Ряжу где-то отдельно. Покажу. Вот, значит. Ой, боже мой. С корешком. Выдрала. Посажу в горшки. Пусть тебе будут желтые цветы. А это... Так, это рядышком росло. Смотрите, картофелька такая. Да? Вот здесь лучше будет видно. Смотрите, картофелька такая. С корешочком. И вот такие цветочки. Даже вести их нет, просто цветы. Какая прелесть. Тоже выдрала я с картошечками прям. И тоже посажу у себя. Будут прям такие красивые, голубые, какие-то, не знаю, какие лиловые букетики. В горшочках посажу на балконе. Прелесть, правда? Красота. Ой, слушайте, ребята. Так, все. Короче, надо быстренько бежать домой, чтобы сажать. Так, вот смотрите. Это непривитые деревья. Ени-дунья. В отличие от турунча и инжира. Не привитые ени-дунья. Гораздо вкуснее. Она мельче, слаще. Ой, у нее такой прям какой-то вкус. А у меня сумка упала. Сумка упала. Да. Мы вот насобирали и зеленых, и немножко оранжевых. Даже насобирали. Да, такой пакетик взяли. Ой, 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 как тяжелый. Буду перейти до дома до хата. Ой, вкусно тебе? Да. Я понесу. А, сейчас. Ой, надо этот собрать. А, это... Ну все, лимоны не таскай. Лимоны, не дуни... Это цветы, я их взяла цветы. Цветочки. Сейчас стебельки тоже отнесем. Желтенькие такие. Да? Вкусняшка? Угу. Ой, аж слюни потекли. Цебелька уже вон пошла этот... Шелковицу есть. Вон, видите, стоит. Дут. Трескает. Эй, я тоже иду. Давай, иди тоже ешьте. Я сейчас подойду уже к вам. Домой будем собираться. Что, змея? Кто? Крокодил? А, аккуратнее, иди, аккуратнее. Помаленечку. Так, ну все, хорош. Видите, вот это вот мой фитнес-зал. Пока до дома дойду и вот бицепсом накачаю. Такая крутая мать. Так, а вот смотрите абрикос. Большой такой. Абрикосы. Что-то дофига в этом году. В том году меньше было. Вон, видите, абрикосы. Абрикосы облито. Слушайте, поспеют. Надо будет сюда идти. С лестницей уже. Вот еще абрикос. Тоже большое дерево. Ой, здесь прям низенько, смотрите. Абрикосочки. Ой, слушайте. Прям нереально в этом году. Ой, облито дерево. Красота. Посмотрите. Вон, вон, вон. Везде, везде, везде. О-о-о. Шикардос. Красота. Просто глаз не отвести. Оливочки. Сейчас резкость восстановится. Видите, оливочки? Масюсенькие. Вот. Апрель месяц. Середина апреля. Маленькие. Оливочки. Так, девки мои уже убежали. Мне вот это место нравится. Прям сказочное. Пакеты мои стоят. Посмотрите. Только это уже не наш сад. Это авокадо. Не наш сад. Чужой. Вот здесь, видите, каменный забор. О, и мам. Хотите послушать? О, и мам. 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 Продолжение следует...